Приветствую вас, мой коллега ответил на ваш вопрос очень хорошо, я не стану тогда забрагивать вот эту тему, тему брака, потому что я думаю, что вы сами поняли, значит, что в этом нужно разобраться. А я вам скажу так, любовь возможна только когда, когда вы хотите делать человека счастливым, когда вы хотите делать что-то для него вообще, и когда вы хотите, ну, как-то вот человеком быть, по сути, делаем. Да? Быть человеком. Вот это вот, то, что я сказал вам, это, ведь по сути, дело, такая, наверное, слабость. То есть, когда мы любим, когда мы хотим что-то делать для другого, мы слабы. И, соответственно, ответ на ваш вопрос, он заключается в том, что вот та вы, какой вы являетесь сейчас, на данный момент, самодостаточная, сильная, строгая и так далее, вы себя называете, вы, конечно, любить не можете, потому что черты характера вам не позволяют это делать. Ну, грубо, как вы можете любить, если вы ни в ком не нуждаетесь? Грубо, как вы можете любить, если вы ни в ком не нуждаетесь? Не получится. Не получится, потому что для любви нужно в ком-то нуждаться. Для любви нужно быть слабой. Вы не слабы, и из-за этого у вас не получается любить. Для того, чтобы любить, нужно впустить в свою жизнь кого-то. Ну, в частности, чтобы любить, нужно впустить в свою жизнь людей, человека, мужчину. Для того, чтобы впустить в свою жизнь мужчину, нужно в нем нуждаться. Нужно показать ему, что он вам может что-то дать. А ему показать, что вы ему можете что-то дать. То есть, по сути, дать сигнал, что вы можете, как бы, вступить с ним в отношения. А если вы ведете себя за кредитом, достаточно, то это, в принципе, это хорошо. Хорошо, но расчет для чего? Хорошо это для вашего личностного роста. Да, это хорошо. А вот, простите, для выстраивания отношений, это совсем нехорошо. Потому что отношения нельзя выстроить, будучи, ну, придерживаясь того поведения, какое придерживаетесь вы. Нельзя, к сожалению. И о сыре давайте подумаем. Что вам мешает впустить кого-то в свою жизнь? Что вам мешает, условно говоря, в ком-то нуждаться? И что вам мешает, не быть холодной, строзой, грубой, самостоятельной, что присущи мужчинам. А быть женщиной, более слабой, более чувственной и так далее. Вот ответьте себе на этот вопрос. Что вам мешает? Если есть действительно страх, о котором сказал мой коллега, ну, в целом, он сказал, что после развода, соответственно, в браке, вы могли приобрести какие-то вот негативные эмоции, которые мешают вам теперь выстраивать отношения. То, конечно, их нужно разобрать. Если это невозможно свести себя по-другому, то, простите, давайте будем работать над выстраиванием женского поведения. Это можно сделать. Можно выстроить свое женское поведение. Можно. Главное понять, какой вы хотите себя видеть. Нравитесь ли вы себе той, какая вы сейчас, и какой вы хотите быть. Если знаете, какой вы хотите быть, то нужно и стараться такой быть. Если нет, знаете, то, соответственно, нужно выбирать модель поведения готовой. И важно понимать, что в том, как вы себя ведете, есть сила и защищенность. Только в одиночестве. То есть ни мама, ни ребенок, ни сестра не дадут вам того, что вам может дать мужчин. А вы хотите чувствовать себя женщиной. И не можете. Именно потому, что вы не в своем амплуа. Вот, соответственно, так можно ответить на ваш вопрос. До тех пор, пока вы будете стараться своим поведением исключить возможность риска в отношениях, исключить возможность боли в отношениях. Если бы, пока вы будете бояться боли в отношениях. А бояться боли в отношениях, значит, неправильно их выстраивать. потому что если для вас отношения это что-то негативное, значит вы направлены не на человека, а на себя, а это уже личностное развитие, это уже детско-родительские отношения, понимаете? То есть все, вот это можно поправить, было бы у вас желание. Но а так, любить-то может каждый, только для этого нужны определенные условия. Для этого для того, чтобы любить, нужно позволить себе любить, нужно не бояться любить, нужно раскрыть себя для другого, при этом ничего не ожидая взамен. Это может каждый, но у каждого есть свои блоки. С этими блоками можно и нужно работать. Если с ними работать, у вас будет счастье. Если остаются как есть, ну у вас будет что-то подобие вот того, что вы пишете. Только подумайте сами. Какой мужчина захочет быть холодной, строгой, грубой, самостоятельной, самодостаточной женщиной? Такой женщине мужчине не нужен. Мужчина сам себя с такой женщиной будет чувствовать не мужчиной, а кем-то другим. И это неприятно. А это значит, что часть ответственности вам нужно переложить на мужчину. Показать ему, что вы готовы это сделать. Стоит принять риск. Не бояться риска. Для того, чтобы не бояться риска, нужно уметь не переносить риск на себя и правильно понимать поведение другого человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!